Всем доброго времени суток! Данное гадание для Ларисы. Лариса, мы смотрим следующий вопрос. Как будет складываться личная жизнь вашего сына в ближайшие полгода? Этот малый расклад делается на полгода. Значит, смотрите, я задалась бонусными по нескольку вопросов, то есть ни по одной, ни по двум картам смотрим, пошире смотрим. Поэтому на сегодняшний день мы задаем первый вопрос. Какой шанс у вашего сына встретить женщину для серьезных отношений в ближайшие полгода? Это первый вопрос, который мы задаем. Вопрос следующий. Это какую женщину ему нужно искать для того, чтобы сложились хорошие отношения, благополучные? Что ему нужно сделать, чтобы были серьезные и надежные отношения с новой дамой? Даже две карты почему-то попросились. И итог, я бы сказала, наверное, даже самый главный вопрос на сегодняшний день. Чего хочет для своей личной жизни, именно для отношения с женщинами, сам сын ваш сейчас, в данный момент? И вот сейчас мы давайте начнем с последней карты и посмотрим. Ну, во-первых, сейчас сын в первую очередь хочет закончить судебные дела, какие-то закончить разрыв, окончательно пережить его. То есть ему нужно некоторое время для того, чтобы восстановиться, переболеть эту ситуацию. То есть вот карта называется, это старший аркан, она называется страшный суд. И карта действительно серьезная, холодная и кармическая, которая говорит о том, что для него сейчас ситуация серьезная. И он эту ситуацию не пережил. И ему нужно вот такое возрождение через боль, как птицы феникс такой, знаете, пройти. То есть в данный момент он не очень думает вообще об отношениях с новыми какими-то девушками. И у него сейчас ум занимают какие-то абсолютно другие мысли. Это могут быть на самом деле судебные дела, если все решается именно в таком порядке. Либо это может быть разрыв важных для него отношений. То есть он сейчас о новой любви какой-то не помышляет на данный момент. Итак, мы смотрим, какой шанс у него встретить женщину для серьезных отношений в ближайшие полгода. И тут мы видим, что как только он переболеет, ситуация кардинально может измениться. Как только у него заканчиваются основные переживания, сразу же ему может подвернуться шанс. И этот шанс может быть в течение ближайшего полугода. Но на сегодняшний момент эта ситуация для него такая тяжелая и неблагоприятная, что он не способен сейчас мыслить именно о каких-то других серьезных, надежных отношениях, о вступлении в новый брак и прочее. Вопрос и совет карт, какую женщину нужно искать вашему сыну. И вот тут можно сказать, что вам как бы карты рекомендуют искать не вам, а сыну, естественно. Обращать внимание на женщин, которые, во-первых, работают. То есть работающая должна быть женщина, это женщина, не сидящая на шее у мужа, но вместе с тем женщина, которая работает на более низкой должности, чем ваш сын. То есть если у него, например, бизнес, то данная девушка может быть, ну, например, работником, работником, не обязательно в его бизнесе. Это может быть девушка-менеджер среднего звена или низкого звена, вот что-то такое. И не та женщина, которая будет властной, не та женщина, которая будет занимать какую-то большую должность. То есть вот пусть обратит внимание на женщин в рабочем и материальном плане попроще. Вот это важно в отношениях будет. И что сделать сыну, чтобы были новые серьезные и надежные отношения с новой дамой? То есть что делать ему? У нас здесь даже, видите, выпало две карты, и обе карты шикарные. Вы знаете, по данным картам, если бы мы сейчас говорили о отношениях с нынешней вашей невесткой, то я могла бы сказать, что ему нужно вернуться в лоно семьи и быть довольным той ситуацией, которая уже сложилась. Но поскольку мы говорим о ситуации, которая может развиваться, о ситуации в будущем, то тут можно сказать однозначно, вот у нас выпала основная карта, это искать женщину, которая будет его любить, которая не будет его забивать морально и материально. И ту женщину, которая сможет ему создать семейный уют. Более того, ту женщину, которая отнесется к вам очень положительно, ласково, нежно, и ему нужно себя вести. То есть вопрос, что ему нужно делать. Ему тоже нужно идти навстречу, ему нужно влюбиться. Я вот могу сказать вам, что по данным картам, пока он не встретит женщину, которая ему полюбится, которая его лично будет устраивать, он не будет счастлив. То есть вот ему нужно ждать периода этой влюбленности и своего удовольствия. Единственный момент, но здесь в малых раскладах этого не видно, нет ли риска влюбиться в одну и ту же женщину два раза. Вот бывает по таким картам и так у меня выпадает. Но в принципе, если мы говорим о новой женщине, то можно сказать, что ему нужно быть более ласковым, более нежным. Ему нужно найти женщину, которая будет ему приятна, которую он полюбит. И которая действительно будет удовлетворять все его моральные, физические потребности, потребность быть хозяином в доме, чтобы он был таким, знаете, достаточно важным человеком в своем доме. Он был хозяином. Но у него есть хорошие перспективы и у него есть возможность обрести надежные, добрые, хорошие отношения с женщиной. И главное, чтобы она его не забивала по работе и не претендовала на лидерство. Но я думаю, что по вот этим картам, которые сперва выпали, в ближайшие пару-тройку месяцев ему нужно переболеть данную ситуацию. Сейчас в омут с головой не бросаться. То есть ему сейчас кардинальных изменений сегодня, в данный момент делать не нужно никаких. Ему нужно чуть-чуть выждать. И я вам могу сказать, что эта женщина вообще может свалиться ему, как снег на голову. Потому что ситуация развернется настолько стремительно в тот момент, когда он ее встретит, что она не будет поддаваться какому-либо планированию. Шансы есть. То есть ваш сын один не останется. Он не будет ходить бабылем. Он себе женщину найдет. И самое главное, чтобы эта женщина соответствовала означенным в данном гадании критериям. Давайте сейчас смотреть еще один вопрос. Вопрос, который касается бизнеса. Ну, по бизнесу тоже я поставила не один вопрос. Поставила несколько вопросов. Первый вопрос. Я не знаю, чем занимается ваш сын, чем занимаетесь вы. Но я поставила следующий вопрос. Насколько данный бизнес, который имеется на сегодняшний день уже, вашему сыну подходит? Насколько он подходит? Что он ему приносит? Сможет ли и как сможет улучшить данный бизнес ваш сын? На что ему обратить внимание? Совет карты, чтобы справляться с бизнесом. Давайте смотреть сейчас, что у нас получилось. Во-первых, мы смотрим, насколько данный бизнес подходит. И мы можем сказать, что бизнес шикарный для него. Именно в том плане, что этот бизнес ему приятен. И даже если он иногда капризничает и говорит, что он устал от чего-то и прочее, не верьте, потому что это бизнес, который приносит ему несказанное удовольствие. По данной карте бывает выпадает бизнес, который связан с туризмом. Бывает бизнес, который связан с детьми, то есть организация детских праздников, кафе детское и прочее. Но в любом случае, какого бы характера ни был этот бизнес, это дело, оно ему идеально подходит. Ему действительно этот бизнес хорош. Это дело нужно ему в жизни. Что несет ему данный бизнес? Но сейчас почему-то у него какое-то расстройство, связанное с данным бизнесом. Все-таки есть какие-то проблемы, есть переживания. Это дополнительная карта. Но какого рода переживания, вам знать, наверное, все-таки будет лучше. Как может улучшить и может ли улучшить данный бизнес ваш сын в ближайшие полгода? Да, у него шикарные возможности выйти из данной ситуации, которая сейчас происходит у него. Вот это печаль. Но я вам могу сказать следующее. Печаль мимолетная, она на ситуационной карте выпадает. Возможно, это его вообще состояние, в котором он выбит из колеи. То есть вот то, что происходит в личной жизни у него сейчас, вполне возможно, очень серьезно влияет на его работу. То есть вот он на работе приходит, он сам не свой. Из-за того, что все так получается сейчас, из-за того, что действительно в жизни вот сейчас такой раздрай какой-то, он это переживает. И это влияет все равно на дело, естественно. И эта печаль, как я называю эту карту, она у него на работе. Возможно, это связано с тем, что вам придется распрощаться с той самой сотрудницей. Возможно. Но у сына есть блестящие возможности для того, чтобы бизнес улучшить. Он сможет его улучшить, он будет с ним справляться. И на что ему обратить внимание? Совет карт. И вот тут мы смотрим. Ему нужно обратить внимание на умение. То есть вот не умеешь, не делай. Если на работу возьмет неумех, которые будут своими кривыми ручками что-то не так ему помогать, это повредит очень бизнесу. Но это, в принципе, очевидные истины. Но именно на них карты советуют обратить внимание. Смотрите, ему нужно брать хороших специалистов. И более того, если ему что-то непонятно или какие-то новые для него возникают ситуации, ему нужно учиться. Но в целом карты для его бизнеса благоприятны. И, возможно, это семейный бизнес. И я могу сказать, что он создан буквально для этого дела. То есть это то дело, которое ему идеально подходит. Он может его развивать, если не запустит сейчас контингент, который работает. И если сам не запустит свое отношение, не погрузится в печаль. То есть, конечно, война войной, обед по расписанию. К бизнесу нужно относиться серьезно в любом случае. И ему нужно, и вам нужно обратить сейчас на это внимание. Лариса, я вам желаю пережить этот тяжелый для вашей семьи момент. Потому что это всегда печально, это всегда проблемно, то, что сейчас у вас происходит. И желаю достойно выйти из данной ситуации. Найти общий язык со всеми, с кем его найти в данный момент трудно. И желаю, чтобы ваши трудности окончились благоприятно для вас и для вашего сына. И ваше дело процветало. Ну, а всем остальным я напомню, что сейчас есть расклад по проработке колоды по льготной цене. Есть малый расклад до 20 июня. Проводится вот пример в этом видео данного расклада. Ну, а также вы можете писать мне в социальных сетях, ВКонтакте, писать на почту, на электронную для заказа личных гаданий для себя. Всем удачи и до встречи!